привет всем любителям ноиты мой ник 3q и мы продолжаем полное прохождение ноиты по столбам достижения это 10 серия и под каждым видео есть плейлист со всеми сериями и прогрессу по столбам что было в прошлой серии босс червяк босс череп проклятие жадности два кристалла это кристалл червя и кристалл жадности также деление на 10 в конце серии сундук тачили 10 минут вот что будем делать в этой серии я обещал дождь из сундуков также нужно с инвентарем чуть-чуть разобраться я не знаю это все делать прям вот на записи или паузы ставить я уже надоел на с этими паузами тут надо будет это все почистить потому что это урон наносит нам тут придется в овцу превращаться это так спойлеры мне надо вот место освободить мне нужно было деление 4 здесь найти вот я выкидываю пока что что не ну опять же что не нужно вот тут почти все нужно тут много чего нужно топовое начало серии кстати вот сразу с такого вот начинаем охама в инвентаре копышение в инвентаре начинаем но это надо надо сделать иначе потом места не будет у меня под что-нибудь там можно как будто оставить надо будет еще показать как делается фарм из червей фарм сердечек ну что-то типа такого оставим я просто слоты нужны слоты тут уже наверное что-то можно собрать типа сейчас посмотрим хилка мне тоже не нужно вот смотрите вот такая палочка ну понятно да что тут такая нужно самонаведение самонаведение вот это она управляет заклинанием ваш например если там будет какой-нибудь вот черная дыра там или еще что-нибудь ей можно вертеть управлять там ракета какая-нибудь допустим вот здесь нужна омега и вот эта палочка получается поломанная на урон там запредельные цифры вылазят из-за того что омега копирует каждое заклинание это все четыре раза прогоняется пожиратель вот эта мощность заклинания все жрет и урон получается запредельный даже на нг плюс 28 с 36 арбами шотает босса если что урону такой получается мне нужно найти два деления на 4 и нужно сбегать за свапером вот сюда его нужно будет вставить вот эти заклинания пока что не нужны и будем тестить что это за палочка как она между мирами значит смотрите как она между мирами перемещается как где вообще найти другие вот заклинания деления вот эти вот они в обычном магазине мне кажется очень редко спавнится может вообще не спавнится я не помню точно в сундуках они иногда выпадают но проще всего их купить в магазине сначала вам нужно открыть коралловый сундук перед этим убить конечно же нужно алхимика выбить с него ключ зачаровать ключ с помощью магнитофонов и потом там сундук справа в конце карты вверху будет это для тех кто не смотрел я повторяю где вообще эти заклинания берутся вот эти деления отделение на 10 мы прошлой серии получили в общем как только вы их разблокируете как только вы их открываете они начинают спавниться в магазинах но в магазинах не в обычных а вот в раю как попасть в рай внизу от алтаря получается просто вверх летите на телепорте или там на табличке я тоже показывал как багом табличку делать на ней прыгать можно было тут вот мобы всякие меня не атакуют вот этот очень опасный моб у него выстрелы полиморфиновые вас существо рандомное превращает меня не атакуют из-за вот этого перка то что я его на стакал все ко мне дружелюбны даже если я у них вот выстрелю они один раз выстрелят и и все здесь нужно идти в правую сторону на там сундук справа вверху надеюсь я в этот раз право-лево не напутал но этих мобов можно поубивать для статистики но мне не очень сильно хочется этим заниматься ручь идете просто вверх до второго этажа первый этаж он такой широкий второй этаж он чуть поуже вот он второй этаж тут магазин это все большой магазин на других локациях я замечал что меньше заклинаний продается но вот на втором этаже очень много заклинаний от второго этажа если пойти в правую сторону там будет маленький магазинчик вот он магазинчик как я и сказал все заклинания спаунятся с мастера мастеров это с босса с пирамиды который это алхимик это с кораллового сундука деление на 2 можно купить вот это заклинание касание называется их много есть касание золото касание крови касание воды по моему нефть ну про воду не знаю нефть по моему точно есть это добавляет урон за счет того что у вас жрется немножко хп там по моему 5 процентов или сколько мне все это не надо вот деление на 3 мне надо деление на 4 я одно куплю здесь если найду и омегу мне еще тут надо будет найти я вот не знаю урон показывать вам с этой пушки про которых я в самом начале сказал потому что мне кажется игру крашнет вот конец всего тоже здесь есть тут все заклинания открыты которые у вас открыты а ну я имею ввиду квестовые счет дальше делать на самый верх залазите здесь идете в левую сторону тут в центре должно быть много заклинаний иногда редкие попадаются там спаун палочки из такое заклинание вот мне нужен глаз этот если подняться вверх там еще несколько этажей на предпоследнем этаже по моему в левой стороне будет магазин а потом последний этаж и по центру будет вот луна это а после луны опять начинается первый этаж и так бесконечно вверх нола можно нолу взять но не знаю мне нужно омега и деление на 4 можно тут побегать посмотреть что где что где вот омега омега дам вон деление на 4 вижу и можно сейчас идти в коралловый сундук до кораллового сундука там тоже забрать деление я просто помню что я там какое-то деление не забрал я забрал деление на 2 деление на 3 на самом деле это деление но копирует следующее заклинание так это я все видел например если поставить деление на 10 потом деление на 10 и деление на 2 это будет получается 200 и вот например вот этот спорт болт искровая молния получается он и 200 раз выстрелит но 201 потому что следующее заклинание она же одно перед ним этот модификатор или что это как-то заклинание это назвать специальное заклинание квестовое мне бы еще хотелось эти палочки поменять на вот такую вот зеленую но это мне нужен телепорт чтобы не бегать между мирами а в один клик просто телепортироваться это тоже я не взял мне не надо у меня вот палочка которая тоже 26 делает одновременно все как бы деление на 4 остался вот этот свайпер и будем тестить можно здесь по пути активировать камень вот этот этот камень для создания солнца я его выбил из черепа вот так вот берете дропайте смотрите он может улететь это и он наносит урон сенсор солнца чтобы его активировать нужно скинуть 6 бомб на него там 6 кристаллов что угодно то есть ну не прям все что угодно да там динамиты обычно не пойдут такие мощные заклинания можно на него ядерку кинуть можно лаву на него вылить она активируется и будет такое маленькое солнце сфера такая урон тоже наносит вам эту сферу надо будет кормить но это в будущем это касательно квеста по созданию солнца я рассказывал в какой-то из серии могу прям сейчас показать смотрите как только вы заходите в пустыню получается да здесь такая штука есть с грибами здесь грипп и две стрелочки вниз нарисованы глазом свечу ничего тут нету надо было еще вам показать на горе там на пирамиде глазом по светить там есть платформы которые ведут в небо где коралловый сундук это на вершине пирамида если глаз так в руки взять копаете вниз и попадаете вот к большому грибу это гриб большой гриб что здесь надо делать тут грибы какие-то лежат тоже если глаз взять тут ничего не нарисовано короче вот если вы начинаете кушать эти грибы здесь появляются секунды до 22 секунды вам надо 180 секунд чтобы у вас тут было то есть покушать грибов чтобы было 180 секунд как это сделать потому что здесь грибов нету вам нужен мешочек пустой мешочек из него все высыпать и идти от пирамиды в правую сторону как я и говорил там внизу есть локация под пожирателем эссенции там целая локация с этими грибами можно там грибов набрать сюда принести и здесь поесть как только вы здесь едите грибы у вас таймер дойдет до 180 вот видите сейчас карта я на месте стою да и с робота паука выбил кто не в курсе опять же когда вы тут сидите грибы эта карта будет похожая у вас точнее у вас появится карта похожая на эту только здесь будут отметки на ней какие только она еще будет другого цвета по моему или зеленого или золотого я точно не помню мне не хочется этим заниматься потому что это долго я так вам просто показать пришел и она указывает тут как бы метки на что эти метки указывают сейчас покажу что это вообще заметки кто вообще лазил по локациям видел то что на втором этаже в левой стороне есть мини грибной биом там такой маленький с туманчиком и возможно кто-то там находил одну штуку интересную сейчас я залезу вот отсюда получается от этой платформы если просто вверх лететь на телепорте нам лететь надо много вот эта штука так вот я говорил про второй этаж грибной биом маленький в левой стороне там я не помню или сверху этого биома или в середине или внизу где то есть такая платформа то есть там есть треугольник с глазом если здесь взять глаз в руки здесь нарисован гриб это указывает на то что вам и здесь придется кушать грибы чтобы в дальнейшем здесь появилась книга и книга там как бы намек гаид на создание этого солнца то что его там надо будет кормить его там надо будет взрывать чем-то я я не помню короче таких вот много по карте их штук пять они раскиданы по уровням я знаю один вот на втором этаже как я сказал в левой стороне другой здесь вот за пирамидой внизу в грибном биоме он где то есть потом на локацию роботов это предпоследний этаж в левой стороне там тоже есть этот глаз везде надо грибы кушать вот так а теперь ммб игру перезапустить как будто мне прям страшно так дергает теперь мне нужен свайпер свайпер я оставлял он в предпоследней по моему святой горе если я не ошибаюсь сейчас я вниз спущусь перезапущу перезапускает минуты по 2 наверно перезапускает прям долго очень я представляю сколько весит файл этой игры я имею ввиду сейв потому что steam не вывозит кто не знает стиме есть облачное сохранение да так называется и она не сохраняет больше 50 мегабайт по-моему а если сохраняет больше тогда начинает лагать сердечко опять же мне все это не надо потрясающе сейчас туда сходим раз я его нашел я не знал что он вообще спавнится я думал он рандомные про него в одной из серий рассказывал это что нужно на нем постоять я комнату показывал ну вот мы его нашли причем случайным образом я не знаю через уголь будет до через уголь работает это куб медитации он спавнится на втором этаже в угле скорее всего потому что он вокруг него уголь находите его стоите на месте открывается портал я прыгнул в портал походу а внутри вот попадаете в эту комнату куб здесь можно менять жезлы менять заклинания в жезлах также тут спавнится такой жезл но он такой простенький вот где находится эта комната могу еще раз показать второй этаж левая сторона грибной биом край карты вот тут внизу копаете в левую сторону и все попадаете сюда второй этаж левая сторона копаете влево можно тут глаз этот поискать ну я не знаю это может быть сверху спавнится я честно говоря не помню эта карта она доступна только в той пещере или также пассивно отображается этого вот он кто хочет ставьте на паузу читайте мне не дано ну а мне дано я вижу гриб здесь вот тут кушаете гриб и появляется такая зеленая книга с грибом это опять про то что мы только что говорили я здесь лазил в первой или во второй серии еще и тут лазил вот это еще этот куб он открывается на столбах если вы просто в ком да что ж такое если вы просто в в комнату залезете он не откроется если вы через куб туда зайдете у вас откроется ачивка на столбах а я вас байтил кстати на сундук прошлой серии мы его тащили 10 минут я помню так тут свапер был или нет вот матасада это заклинание которое червей спаунит с них можно хп налутать можно лаву взять чтобы активировать этот камень я его в небе буду активировать потом через одну серию наверное или в следующей серии мне сначала туда надо с другим квестом сбегать будет воду взять не пригодится на следующем этаже значит будет эта штука вот он свапер и что что мы будем делать сейчас я пока что тут оставлю череп череп яйцо кровь платформу тоже можно тут оставить вот так вот выглядит этот билд у него запредельный урон только вот здесь вот кулак надо с полоской туда будет еще больше урона по моему можно такое поставить туда урон будет и по вам проходить ну как я и сказал хоуминг там другой можно поставить ну что тестим и вот не работает сейчас я попытаюсь исправить нашел я на википедии билд один в один только там нужна молния нужен этот череп и полоска должна быть в самом начале то есть ну и там еще вот такая штука вместо вот это вот эта полоска должна быть в начале здесь тоже для экономии типа вот так вот надо сделать потому что деление на 10 жрет больше маны это вот одно и то же получается деление на 10 и деление на 4 это 40 вот так тоже получается 40 здесь нужно двойное заклинание вот такое вот а здесь нужно молния и вот этот череп молния я знаю где у меня есть на третьем этаже в левой стороне когда я орб брал я там через текстуру ходил это тоже мне понадобится потом покажу как гошу притянуть чтобы сердца зафармить блин тут нету двойного скрываю молния нет это не то деление 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 на два иное мне на два надо вот здесь в левой стороне вот это оно вот это оно ну что тестим я пойду в гору не в гору пойду а в пирамиду под пирамидой получается в этот ромбик в башню и оттуда буду прыгать если сейчас это заработает все вот так вот и чё и чё и чё да вот так вот короче но она телепортирует не прямо в это же место она чуть правее или чуть левее телепортирует ну как видите работает вот он портал вот он портал до примерно туда же телепортирует лаги прогрузка мира и стабильный телепортием это все конечно круто все мне надо сделать сейчас палочку на криты я хочу одного из боссов победить это то вере он же друг зеленый такой чел вот этот вот в текстуре который сидит но его просто так не победить мне нужно в глаз попасть и от глаза то потом я буду в левую сторону телепортироваться вон это часы ведут глаз кто не знает опять же смотрите предыдущей серии вот мы попали в глаз у меня была кровь если я найду криты на кровь или криты на воду там где-то в правой стороне вода по моему была материал короче мне какие-нибудь криты нужны вот конкретная на кровь я бы хотел найти вот это мне нужно тоже не знаю вот если взять но лу будет ли быстрее если я ее вот сюда засуну перед шаром и лишь все сломается ну всякая фигня тут падает ненужная у меня фи реально фи но два крита все мне мне этого достаточно будет вот блин разобраться бы со всем этим все можно идти обратно озеро алкоголя теперь мне надо заклинание из пяти найти либо то есть есть такие вода отделение это точнее тройное заклинание сразу три а есть еще пятерное и шестерное его можно найти в какой-то святой горе например на первом этаже или на третьем этаже они на любом этаже также они в палочках спавнится мю происходит пролаг небольшой возле телепорта все это основной мир это не основной по моему до минус 1 но то вере будет такая палочка жесткая там будет крит 82 раза копироваться крит на кровь я его здесь оставил или ниже блины бегать туда-сюда супер интересно конечно этажом ниже значит дым так что мне не надо это я тут оставлю потому что вместе с червем это взаимодействует у тебя червяк выше этажом все пойду я палочки эти поменяю чтобы вас не томить чтобы вот это беготню не смотреть туда-сюда я сейчас в башню пойду из башни получается буду летать по мирам также соберу палочки там две палочки возьму вот эти вот поменяю на зеленые и тогда продолжим и грубо еще перезапустить потому что лагает все короче палочки возьмем потом я соберу палочку вот этот на крит на крит палочку соберем и можно будет идти на то вере и потом сразу можно будет идти на левиафана и дождь из сундуков и конец серии спойлеры ну в общем вы поняли да иду к пирамиде под пирамидой башня вот так вот все просто очень много времени это займет туда-сюда бегать пока что паузу поставлю потом увидимся на святой горе какой-нибудь или вот где этот то вере также можно протестить кое-что смотрите это получается под пирамидой прямо это я тоже подбирал здесь был орб параллельном мире я тестил здесь я не показывал здесь есть краешек этого алтаря с арбом если от него копать внизу так вот там будет внизу проклятый камень но он сейчас еще раз проверим вот краешек ну он вроде как не дамажит видите если четко под краешком этим а если чуть-чуть влево или вправо ну то есть вот сюда немножко да здесь я уже получаю урон видите это как залезть в башню без получения урона с помощью вот этого глаза и камня эссенции земли здесь можно пролезть без получения урона и взять лейтгеймовскую палочку ну вот а я пошел забирать палочки из параллельных миров вот это тоже заклинание нужно для червей из этих где фармить сердца для фермы червей вот смотрите какая палочка короче сейчас я все это быстро сделаю потом вернемся туда наверх на алтарь также я решил немножко по башне побегать потому что у меня не открытый мог есть вот он вот это челикс и что и где а вот он все нормально открылся вот эти два моба не спавнятся в башне ну вот этот очень редко спавнится на острове в основном мире в левой стороне карты на озере еще тут и тому бы не хватает по 1 вот такая вот тема короче еще здесь тивари исполнится если чё все я сделал чё хотел не знаю телепорт как будто такой плюс минус долгий наверное есть и быстрее телепорта что делать дальше дальше искать еще одно заклинание пытаюсь выбраться отсюда все сейчас пойду вниз в грибную локу попробую там найти что нибудь и потом можно билд будет собрать тут тоже кое-что надо будет пересобрать можно будет уже с такой палкой не бегать тут будет другая палка вот пауза продолжить пауза продолжить ну просто не хочу вам все показывать если я буду так вот бегать это займет часов десять наверное ну или часа четыре это придется четыре серии делать как я просто ищу какие-то заклинания поэтому ну пауза продолжить пауза продолжить и все такое короче лазию я тут лазию вот такой посох я сделал шестое не нашел шестерную нашел такой пятиугольник смотрите что я нашел знаете что это это большой сундук он вот так вот выглядит его конечно можно попытаться вынести наверх но разницы нету что вы обычный сундук закинете что вы такой сундук закинете в таком сундуке может выпасть орб может выпасть сам по может выпасть такой глаз может выпасть бутылка какая-нибудь которая не дропается в открытом мире ну я его не буду тащить наверх вот например лед натрий лед мне все это не надо я наверно нашел то что я искал здесь у меня есть уже две палочки я вот такую штуку ношу подробно да натрий сработал натрий все можно короче идти на выход вот для тех кто не знает что здесь вообще такое смотрите здесь он алхимики грибы здесь очень много палочек в этом биоме и грибов разных но палочек реально много вот он обычный сундук ведь плюс здесь очень все сильно лагает я здесь бывает выбираю какие-то палочки так нажимаю с них чтобы это все у меня в прогрессе вот здесь отображалась как видите много еще заклинаний не открыто в принципе можно наверх эти часики прикольно прикольно вот это все находится вот получается под пожирателем эссенции сверху можно найти хорошие статы у палочки можно найти не очень статы что здесь такое вот что такое вот здесь вот очень много критов 82 крита по моему здесь получается 4 на 10 это 40 40 черепов которые дают по 2 крита это 80 критов если я все правильно понимаю 40 черепов по 2 крита значит 80 критов и после этого еще вот эти 2 крита идут тут один выстрел получается 82 крита ну или плюс-минус так работает я не знаю сейчас пойдем на то вере о как чуть эссенцию не сломал вот я тут все по выбрасывал что мне не надо и что мне надо наверно тоже я тут по выбрасывал вот такой сборкой я буду убивать левиафана то есть тентакли наложение модификатор на взрыв наводка и а тут еще деление на 3 надо будет вставить не забыть у меня же есть где-то деление на 3 да куда я его дел вот оно вот так вот но левиафана убьем после дождя из сундуков хотя уже посмотрел там вроде серия 40 минут идет я опять вас на что-то байчу байчу целую серию примерно сюда копать вниз я надеюсь игра не крашница ну что я перезапускал только один раз можно тут как будто перезапустить все записывается я чисто проверял вот перезапустил игру сейчас буду объяснять для тех кто не знает что это за босс это самый сложный босс в игре из-за его резистов из-за его резистов мне там еще до него далеко сейчас мы зайдем в эту пещеру чтобы понимали что там происходит здесь еще ниже здесь нет еще ниже вон его пещера значит это друг мне вот такие чувачки вот сейчас они не плюются потому что ну у меня вот больше любви они меня как бы сейчас вообще не замечают вот эти вот чувачки у них очень мало хп и когда вы их убиваете они взрываются и вызывают землетрясение то есть ачивка на столбах дается за 9 вот таких вот маленьких когда вы их убиваете вот этих чувачков потом он начинает на вас агриться и у него появляются резисты по дефолту у него там мало хп у него 700 хп или что-то типа того и резистов нету но как только вы вот этих чувачков начинаете убивать у него резисты ко всему у него резист ко взрыву к прожектайлу к заморозке камню по голове у него резист к полиморфину ко всему у него резист кроме вот вот этой тучки он от нее получает урон плюс у него бустится хп его вообще никакой урон не пробивает кроме вот смотрите такой билд получается из дрелей на крови и критах ну то есть тут может быть вода и крит по воде но смысл в том то что задюпать не задюпать а короче сделать ну да задюпать получается криты у вас не получится 9 чувачков убить потому что вы убиваете одного и тут идет цепная реакция они все друг за другом начинают умирать ну и плюс босс на вас агрится у босса там замораживающий выстрел по моему много урон наносит то есть я сейчас начну убивать начнет сыпется вот это вот ну как потолок на них и они тоже начнут взрываться и поэтому тут скорее всего вся пещера умрет из-за этого он станет неубиваемым а вам нужно его как-то убить ну наверное я всех убил сейчас можем попить вот этого чтобы он у нас нагрелся как видите все падает но у него иммунитет она просто растворяется на нем вот я начинаю пить он начинает по мне стрелять урон урон по соточке примерно да по соточке и начинаем по нему стрелять вот из-за стака критов я его убил мы долго к этому шли а он умер но его то есть никак не убить практически никак кроме вот с критами если будете стрелять я наверное с такой палочкой буду бегать такая палочка тоже ваншотнет вот этот глаз ну череп который дропает этот камень мне в будущем пригодится на левиафана пока что не пойдем потому что мне надо сейчас будет делать дождь из сундуков там тоже нужны определенные условия нужно сначала горку почистить она у меня там вся в токсике просто мы будем превращаться в овцу и чтоб не затягивать геймплей потому что там уже час почти я на паузу нажму ну значит что вот наконец-то спустя сколько пятьдесят одну минуту мы начинаем вот что делать здесь нужно расчистить территорию а я не там ее начал чистить где-то здесь надо расчистить территорию здесь надо будет что-то типа аквариума сделать так так я там где-то дырку сделал да что-то я не то делаю да что-то я не то делаю вот короче короче я не так сделал здесь нужно было от какой-то текстуры я не помню отсюда что ли а здесь надо было оставить текстуру сейчас сейчас переделаю пишется 54 минуты это второй мир налево потому что с первого мира я забирал этот сундук значит смотрите так это мне сразу надо убрать отсюда это тоже как будто можно убрать отсюда смысл в чем это вот гору надо пилить смотрите так мне нужен прямой выстрел наверное вот так вот она пилится 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 и вот отсюда по моему надо вниз копать вот так ну так наверное я в прошлый раз переборчил чуть-чуть и и нужно будет сейчас сверху тоже вниз копать и 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 летит дальше короче вот так вот надо текстуру подрезать потом сюда надо будет водой все залить это очень опасно потому что в дальнейшем я кстати все заклинания там оставил мне часы нужны но я потом еще сбегаю туда на телепорте опасно это потому что здесь будут черные дыры которые не исчезают и в эти черные дыры по идее должны засасываться сундуки а из-за того что сундуки засасываются из них может вылететь камень который не всегда пропадает например электрический а в форме какого-то из животных это вас шотает практически ну то есть овцу точно он убьет все последние штрихи и нужно водой будет залить но этим можно не заниматься тут все равно вода будет что теперь теперь нужно здесь проход сделать и в этом проходе нужно дырки в полу сделать и вот это я конечно зря здесь делаю дырку ну короче как то так в одну нужно налить полиморфин во вторую нужно налить ману ну либо амброзию здесь сейчас все надо будет водой залить это не то было надеюсь я там ничего не сломал это тоже не то было это несерьезно как же так сделать черной дырой может быть это черной дырой опасно это делать вот это плохо сейчас придется это все пить делайте такое озеро это серия наверно выйдет на час тридцать почему-то мне так кажется заниматься вот и она тут не перепутать все сейчас я притащу черные дыры надо будет сюда полиморфин и воды залить кстати я маны набрал немножко смотрите если воду попадает мана все становится маной постепенно ой-ой-ой просто я никогда этим не занимался плане сундуки так не фармил у меня и такой ачивки вообще нету а дождь из сундуков делаю для того чтобы я вот перк взял чтобы вот этого мимика зачистить тут есть обычный мимик есть мимик с ногами и есть мимик которые сердца вот кстати то вере появился я убил чувачков 6 но там взорвалась вся пещера поэтому скорее всего ачивку мне дадут сейчас я короче заклинание притащу мне два заклинания всего лишь надо так тут что-то не хватает это первый параллельный мир мы тут делали с алтарем всякую фигню тут где-то от часики выкидывал и вот эта штука так что дальше надо делать надо вспомнить пишется пишется значит смотрите надо я пока что тут оставлю можно это все сюда засунуть нужно получается сделать такой билд и его надо где-то вот здесь вот размещать по моему то есть это статические черные дыры получаются которые не исчезает из-за того что у меня палочка быстрая я их быстро создаю но с обычной палочкой они бы создавались очень долго так же еще опасно это тем что из сундуков может бутылочка с порохом выпасть или это пониже надо было создавать ну где-то здесь я наверно много создавал главное сейчас вот это заклинание не нажать потому что это все исчезнет что они создаются через раз палочка хотя хоть и быстро может маны сюда добавить а нет мало наоборот полет закончился а Где-нибудь надо в середине много их создать, чтобы в середину все засасывалось. Сейчас опять полет закончится. Ну, примерно как-то так. Так, теперь мне... Я, наверное, это вылью. Наберу маны сейчас. Не знаю, надо будет зарестартить или так оставить. Потому что, видите, как все глючит. Субтитры сделал DimaTorzok Опять же, все можно было обрезать. Но эта серия, скорее всего, час 30 будет идти. Субтитры сделал DimaTorzok Или здесь надо было промежуток поменьше сделать. Вот то, что у меня сейчас здесь. Чтобы они почти касались друг друга. Без вот этой штучки. Все. Еще раз я перезапущу. Да, короче, я все это перезапустил. И у меня исчезли все черные дыры. Пришлось их по новой делать. Что теперь? Теперь нужно взять этот сундук. Скинуть сюда. И в момент, когда он приземлится, начнут сундуки валиться. Вам нужно пропить полиморфин. И запрыгиваете вот сюда, в формилку. В эту. Начинают сыпаться сундуки. Там жидкости, сердца. Тут много всего. И туда-сюда вот так вот прыгаете. Но если быстро будете прыгать, нужно секунды две ждать. Потом перепрыгивать. Если быстро будете прыгать, и там все может закончиться. Блин, я как-то криво все сделал. У меня некоторые сундуки проскакивают. Да, как-то кривенько сделал. Ну вот так вот. Я, короче, буду ждать какое-то время. Может быть, повезет, и выпадет сердце. Тут фраг должен будет появиться. И оно всплывает. Сердце это. 30 фпс, если че. 29. 29. Вот как вы с формы овцы уходите. И опять все начинает сыпаться. Возвращаетесь в овцу, и все прекращает сыпаться. Короче, бесконечный дождь. Насколько вашего компа хватит. Я сделал криво. Тут оно должно было... Получается, я только моментально становлюсь в нее. Я должен был превращаться обратно. Вроде это так работает. Ладно, я на паузу нажму. Подождем, может что-то выпадет. Сердца должны всплывать. Это будет значить, что это враг. Ну, плюс у меня радар. Собственно, чего я добился. Смотрите, у меня появился враг на горизонте. Радар, видите? Но это, по-моему, также может быть палочка. Я не уверен. Но мне кажется, либо сердечко, либо палочка. В принципе, такая вот штука. Через раз работает, правда. Это мана. 25 фпс. Тут еще бомбы у меня на крышу падали. Интересно, где это сердечко там? Где-то правее, наверное. Можно сгонять, посмотреть. У меня полиморфин есть. Хотя, если я упаду в огонь, это будет гг. Ну, вот так вот фармятся эти сердечки. Но если упадет камень электрический... Скорее всего, не повезет. Потому что камень электрический может убить это сердечко. Некоторые сундуки вот здесь вот пролетают и падают вниз. Тут куча сейчас палочек будет. Я еще тут постою минут 10. И потом продолжим. Сходим на босса. Левиафана. И можно заканчивать серию. А в следующей серии... Будет, получается, солнце. И будем с боссом финальным взаимодействовать. Зеленым. Я надеюсь, у меня игра не крашнется. Потому что я его хочу поломанной палкой убить. Этого босса, который в воде. Вот. Бомбочки. Ну, вот такая. Но это, короче, забавная игра. Короче, я думаю, надо с этим завязывать. У меня уже было 25 фпс. Уже 19 фпс. И он умер, да? Или нет? Нет, он не умер. Он где-то там в куче, короче, как я понял. Вот это плохо, что огонь. Он где-то здесь. А, вот он. Вот он стоит, видите? Кружочек там. О, я убил его. Все, можно отсюда отойти, как будто. Да, вот он, смотрите. Я никогда его не убивал раньше. Поэтому, вау. Вот так вот. Тут куча сундуков я просрал. Смотрите, сколько там сердец нападало. Сколько разных заклинаний нападало. Но здесь опасно, знаете, из-за чего? Из-за того, что полиморфин на полиморфине. А внизу мана. И вон сверху еще вода. Да, то есть, если я превращусь в теории в осу какую-нибудь или в пчелу, то это меня ваншотнет. Сейчас я попробую убрать все эти заклинания. Может быть, лагать перестанет. А в новой версии, в эпилоге 2, еще есть вот такой вот мимик. Добавили новый. Ну, то есть, на вот этого шанс, я не помню какой. 0.25, наверное, или меньше, что он из сундука выпадет. То есть, вот, я не знаю. Я эту серию записываю, наверное, часа 3. Видите, сколько там сердец. Сколько тут палочек. Там еще заклинаний куча на дне. Круг, вот он. Короче, топовая тема. Пока что не фиксят. Вон, сколько заклинаний на дне, ведь? Все, я, наверное, с этим завязали мы. Блин, ну, я ни разу его не видел. Он мне ни разу не попадался. За все часы, которые я наиграл. Опять же, у меня нет цели вот это все открывать. Я просто вам показал, что тут вот он падает. Теперь это надо как-то слить куда-нибудь. Стерия уже час двадцать, наверное, идет, да? Куда? Так, это тоже опасно. Вот это как будто хилка льется. А, нет, это не хилка. Я думал, хилка. Ну, главное, чтобы не полиморфин. Мне страшно, что игра может крашнуться, на самом деле. Прям супер страшно. Дорогая хорошо. ладно я на самом деле с огнем игроках не буду так делать но палочек реально много заспавнился за этого тоже глюки тут много разных крутых заклинаний как видите я никогда этим не занимался раньше у меня не было этой ачивки на столбах достижений у меня никогда не было ачивки за одну минуту и за пять минут прохождения все видите тут уже не так лагает так сливаем сливаем где ускорение это это мидас что-ли или это не вид не это телепортиум невидеум все пока что это все сливается еще сюда слилось не знаю с этой штуки падает сундучный мимик или нет мне осталось два босса здесь закрыть и все самое душное вот в этой ноете это то что надо делать солнцем солнцем это просто уже сколько надо взаимодействие сделать это надо создать солнце создать второе солнце потом столкнуть эти два солнца потом собрать 4 эссенции полететь к луне потом собрать еще четыре эссенции к ним добавить еще одну пятую и опять полететь к луне ну то есть одно и тоже надо делать а самое ужасное это то что надо создать солнце наверху это солнце притянуть вниз в ад а потом надо тоже самое сделать с темным солнцем это типа за то что она типа и луну сожрет в небе и луну сожрет в аду то есть когда появляется солнце оно как бы съедает текстурку я еще наверно не показывал вам луну эту ну все впереди супер долго она сливается прочего так вот я боюсь этого чела убивать потому что скорее всего игра крашница я тут попрощаюсь забайте у вас на левиафана ну ничего в следующей серии сразу пойдем на левиафана потому что если крашнет просто у меня будет долго перезаходить не знаю когда крашится игра у меня долго перезаходит это я как помню потому что ран долгий все лагает как видите это уже 10 серия тут 10 часов а с паузами наверно еще больше ну сами представляете кстати вон хп-шка выпало или плюс хп очень мне все это не надо но в теории можно было бы там поклацать поделать что-нибудь сюда можно это засунуть я кстати не знаю как отхилл работает будет он меня дамажить или нет ну да он меня домашний а когда через букву не дамажит что ли ладно сейчас уйдем отсюда куда-нибудь подальше потому что мимика я как бы выбил чтоб серию закончить я надеюсь тут все записалось что я хотел потому что как видите тут и воды нету параллельном мире потому что я научился да я научился нажимать горячие клавиши на паузу и на продолжить но я все равно сворачиваю игру и проверяю там запись идет или нет вот так что спасибо всем кто досмотрел до этого момента получилось серия длиннее чем обычно следующей серии будет левиафан будет колми зеленый будут эссенции мы с колмиком пойдем в ад короче будет интересно надеюсь игра не крашнется потому что водить туда-сюда колми к кто не знал когда сам по подбираешь за тобой по сгоняется если вы уходите с этой арены где он заспал заспавнился но там на одном и том же месте спаунится где сам по вот если сама подобрать и убегать допустим одна из концовок есть что на алтарь надо забежать ну колми короче начинает погоню за персонажем даже вот с этими стаками больше любви колми все равно преследует игрока ладно всем спасибо за ваше внимание за то что смотрели пишите комментарии что я все долго делаю и половину можно было бы вырезать из этого да на паузе просто пройти собрать с другой стороны смотрите какую палочку собрали запоминайте билд кому интересно вот слотов она немного занимает как видите прикольно получилось ну и парочку столбов открыли плюс я еще смотрите победил вот этого ни разу его не убивал ну это вере завалили вот этой палочкой ну там билд был ладно все всем спасибо всем пока просто это эмоции все дела эмоции с мимика из этого дождя то что это долго делать и фпс весь проседает все увидимся в следующей серии а и Продолжение следует...